Дорогие друзья, рада вас приветствовать на своем канале Любимого ТВ, мой канал Тара Терапевтический. И зовут меня Татьяна Любимова, я природная ведущая. Ну что, давайте посмотрим на мужчину, на нового мужчину, который на вашем пороге. Возможно, вы уже познакомились с ним. Давайте посмотрим перспективы отношений с этим человеком, его основные характеристики, в каких он энергиях. Ну и, возможно, если вы знакомы, то чем вы ему приглянулись больше всего. Ну что, приступаем. Подумайте о вашем мужчине, о новом партнере. У кого его пока еще нет, то узнайте, что он скоро будет появиться. Посмотрим, когда. Примерно. Просто посмотрите, какие характеристики и прочее. Что ему вас будет нравиться. Возможно, вот так. Итак, девочки, давайте приступаем. Располагайтесь удобненько. И расслабьтесь. Подумайте о вас, любимых, о самих себе, о том, какого бы мы мужчину хотели встретить. Или, если уже есть, думайте о вашем партнере. Думайте о вашем партнере. Или, еще раз повторяюсь, если вы пока еще не познакомились, просто расслабьтесь, сосредоточьтесь на том моменте, какого бы вы хотели человека видеть рядом с собой. И что у вас, как у вас будет совпадать. И пусть оно все волшебным образом у вас сбудется. Итак. Какой мужчина на пороге? Либо его энергия и его характеристики. Мужчина-работяга. Мужчина к вам придет после серьезных изменений для себя, для самого себя. У него уже будут отношения, которые он успеет пройти, как урок. К вам этот человек придет достаточно стабильным и уже готовым оценивать женщину не по внешности, а по ее качествам духовным, моральным, по ее заботливости и по доброте. По умению приумножать и сохранять домашний очаг, поддерживать дом в уюте и приумножать все те ценности семейные, которые есть вообще, которые должны передаваться из поколения в поколение. То есть он видит действительно императрицу, свою женщину, с которой он будет. Возможно, даже сейчас уже он, если он с вами этот мужчина, если вы познакомились, вы его еще толком не знаете, но он готов вас рассматривать как женщину ресурсную для себя, как свою музу, как женщину для создания отношений. Не просто на раз-два, а тут идет действительно заявочка про отношения. На что нужно обратить внимание? Что мужчина этот неспешный, он неторопливый. Он будет постепенно, шаг за шагом узнавать свою партнершу. Он будет думать, он будет сопоставлять, все за и против. Где-то, возможно, оценивать, вот как я уже сказала, я повторяюсь. Но ему нужно это делать, потому что мужчина, он тоже дует на воду, он обжегся уже на молоке. Здесь карта трех печалей. И он был практически раздавлен какими-то отношениями до вас. Было очень неприятно. Он был просто вот лечь, хотелось лежать, просто вот так восстанавливался. Это очень сложно, это очень сложный период был. Был вот на момент вашей встречи, у него уже был. Или будет пройден, но еще будут остаточные явления. И здесь действительно очень серьезная перезагрузка, потому что там были страсти, там было перетягивание каната, созависимость. И как бы ему сложно не было, он шел, невзирая на свое состояние, как бы ему не было плохо. В тех отношениях, где-то там в прошлом он ходил по кругу, а все-таки смог выйти и по спирали подняться наверх. Вот лучше, выше, добротнее как-то. Просто здесь у человека, конечно же, показывают различного рода искушения были. И вот эти моменты какой-то зависимости, они только усилили его волю, придали ему сил, мудрости, каких-то знаний, знаний про отношения, про психологию, про себя. Через сложности различные идет духовное развитие. Вот такой запас уже у этого человека будет на момент встречи с вами. Что мы еще видим про этого человека? Во-первых, этот человек везунчик, он очень удачливый. Если он захочет, то может не просто многого достичь, но и, знаете, вот как по щелчку иногда. Момент трудности он прошел, он знает, как зарабатывать. Он, в принципе, работяга. Он никогда не оставит вас без финансов, без того самого пресловутого мамонта. Всегда добудет и всегда найдет возможность заработка. Также человек, кстати, характеризуется стремящимся к улучшению взаимоотношений. Если они у него есть, и его устраивает его подруга по жизни, он будет все делать для нее и в дом, и в семью, будет стараться. Кстати, своими руками это также полочку прибить, что-то отслесарить там, подстроить, подпилить, подколотить. Вот тоже здесь человек такой рукастый. Первоначально шаги будут постепенными, как я уже говорила. Здесь будут некие моменты сомнений. Но сомнения здесь, посмотрите, приводят к союзу. Все-таки, чтобы узнать друг друга, не сразу этот союз будет складываться. Будут некие противоречия, но они очень милые, очень приятные, очень естественные, без резких колыханий каких-то. Мужчина здесь идет к вам для исцеления, скорее всего уже для тех отношений, которые будут серьезно надолго. По двадцатке это очень серьезный аркан. И мужчина здесь выходит как защитник. Давайте посмотрим теперь, с каким отношением вообще к женщинам этот мужчина. Потом перейдем на вас. какое он имеет отношение. Он не имеет отношения к женщинам, как он видит женщин вообще. Знаете, страстное – это хорошо. Уверенное в себе – это замечательно. Но женщина-прапорщик в юбке его не устроит вполне даже логично. Это было бы предположить. И нам показывают, что мужественная женщина слишком чрезмерно активная ему не по душе. Та, которая умеет любить. Обязательно. С которой будет семья обогрета духовно, морально, в хороших эмоциях, в положительных эмоциях, в позитивных. Прям здесь... Ну вот любовь – полная чаша. Вот так он относится к женщинам. Такой он видит и свою женщину. Обязательное принятие еще друг друга как друзья. То, что можно было доверять, можно было общаться без манипуляций. И посмотрите, еще и жрица. Интуиция, женская интуиция очень даже им приветствуется. То есть он склонен доверять женской прозорливости, прислушивается к советам. То есть женщина обязательно должна быть мудрая. Не столь активна и яркая. Защитница идей женской эмансипации. А более тайная, загадочная – это тоже подстегивает его интерес. Плюс ко всему, женщина не супер. Семи пяди во лбу, но такая, чтобы, знаете, акма наук, там профессор и прочее. То есть вот здесь ему не важно. Может быть, вы и добились каких-то результатов на профессиональном поприще. Да, возможно, это будет им принято. Но это не стоит во главу угла. Давайте перейдем к вам. Что ему в вас понравится больше всего. Вот, кстати, вот она, эта двадцатка. Это чистая, яркая женственность. Чистая чистота вашей души, ваших помыслов. Вы для него будете как целительный бальзам. Бальзам на его раненое сердце, израненное сердце. Клад просто для его мироощущения и восприятия. То есть вы сможете создать ту атмосферу, как нам сейчас показывают, в которой он просто будет плавать, будет рад, будет спокойно, гармоничен, да, и не будет хотеть выходить из этого состояния. И вот посмотрите, возможно, у вас тоже уже были пройдены уроки, и не один. Но вы всегда стремитесь к свету. Вас уважают окружение, и вам это важно. Вам важно быть с гордо поднятой головой. И как бы вам не было плохо, какие бы вы уроки не проходили, очень жесткие, ваше сердце буквально очень сильно ранено, здесь видно. Но вы все равно никогда никому этого не покажете. И вы добиваетесь успехов. Вот здесь он будет вами покорен просто. Просто-напросто покорен. Девочки, и он видит, что вы сама такая же работяга, как и он. Вы можете браться за любую работу, вы действительно можете быть профессионалом своего дела, но это дело, это ваше радость и хобби. Даже если вы выполняете монотонный труд, тем не менее, вы как-то отдаетесь своей работе, вот он это приветствует. Ему нужно, чтобы у женщины было свое занятие. Да, ему это интересно, ему это важно. И здесь, он, конечно, будет вас, может быть, спрашивать или думать о том, что кто-то другой до него ранил ваше сердце и прочее. И интересоваться, есть ли он еще этот человек в вашей жизни. Но если у вас плохие эмоции, конечно, может быть, вы как-то кратенько расскажете, но свои проблемы на нового мужчину вываливать как бы нельзя. А даже если вы потихонечку будете рассказывать, все-таки надо как-то дозировать, скорее всего, ему будет очень больно и неприятно, если еще вот этот человек в вашем сердце имеет место быть. Если вы еще до сих пор не избавились от мыслей о прошлом. Давайте посмотрим характеристику мужчины. Что еще можно интересненького сказать о нем? Для тех, кто еще не знаком, когда примерно и где состоится знакомство. Если у вас как-то не бьет, девочки, где угодно может произойти, ну то есть вы уже знакомы, то здесь просто делите информацию на два. Можете где угодно. По шуту это может быть вот от усталости поедите куда-то отдыхать. Когда все уже будет пресыщение, будет усталость такая, что и неверие, нет веры в то, что можете найти свое счастье. Вы пойдете искать свое счастье. И здесь на вашем пути, все, вот тут главная критичность, мышление, в поисках вашего императора пойдете. Девочки, это мужчина и император. То есть мужчина, который сочетает в себе характеристики также всех четырех стихий, разных королей. Тут все четыре в одном, как говорится. Мужчина на самом деле с большой буквы М, то есть здесь мужские качества, принять на себя ответственность, побеспокоиться или позаботиться о себе, о своей семье, о своей партнерше. Мужчина четких правил, он знает, что нужно делать и как нужно делать. И вы будете налегке, вот пойдете за своим счастьем, когда действительно не будете уже, возможно, ни во что верить. Но вы все равно возьмете и пойдете. Вот как бы еще дадите сами себе шанс и обязательно его встретите. Дорогие те, кто уже повстречал своего императора, здесь важно знать, что вам нужно быть налегке. Вы друг другу еще ничего не обещали. То есть здесь легкость, непривязчивость и ненавязывание. Вот это он очень оценит. Критичный склад ума, не на эмоциях, когда не на страстях, а именно четкий, здравый ум, ясные мысли, понятность. Вы можете быть понятны, свободны, свободолюбивы и критический взгляд на мир, на вещи. То есть вы и душой воспринимаете, и сердцем, вот пожалуйста, но и плюс ко всему нужно включать все-таки голову. чрезмерные эскапады эмоциональные, конечно же, этого мужчину, они его повергнут в легкий шок и можете его от себя как бы отстранить, отгородить. Что этот мужчина еще вас заприметит? Давайте на другой колоде посмотрим, что ему в вас понравится, как вы его завлечете, чем вы можете его завлечь, что это будет, какие качества. Это замечательное качество, это ваше развитие, это ваше образование, не стоять на месте, выучивать уроки и, как говорится, от подмастерья идти к мастеру. Вы всегда продвигаетесь. Здесь у вас есть тайные знания, плюс ко всему вы, несмотря ни на что, здесь идет как повторение по луне, несмотря на кризисные моменты, вы все равно двигаетесь вперед. И плюс ко всему здесь еще мантость сексуальная, вот, очень такая. Он будет это с вас считывать, очень ему это понравится, вот, ваши флюиды, тайные здесь пожрецы, по луне, такая недосказанность вас ему очень понравится. И вы даже на, как на скрипочке играете, какие-то острые моменты, острые углы умеете обходить. Вы из-за себя можете постоять, но вы не лезете на рожон. Вот это ему будет очень нравиться. И потом вы, его отображение, он будет в вас смотреться, как в самого себя, как в зеркало. Даже если момент, вот, тут длительность какая-то нужна, все равно будет неспешность развития ваших отношений, узнавания друг друга. Иногда будет казаться, что зависшее положение, но, скорее всего, он должен это видеть в вас, что вы никуда не торопитесь, вы ни на чем не настаиваете. Вы не суетливая, устойчивая, понятная, яркая, адекватная. Вот, яркая, да, но не безумная, а именно адекватная, восприимчивая, не сухарь. И в то же время у вас вот есть некая заземленность и четкость. Вот это очень ему понравится. То есть не все на интуиции. Жрица, луна, да, у вас много этого, но вас не заносит. Здесь нет какого-то фанатизма. Вы можете разговаривать и о делах житейских, как говорится, и на духовные темы поговорить, где-то сэмоционировать, но не выйти в психоз, в истерию и прочее. Это четкое, стабильное, понятно. Состоится ли встреча в загаданные вами сроки? Загадайте сейчас примерное время и давайте спросим. Вы знаете, может быть да, может быть нет. Здесь такое, у вас что-то будет связано с цифрой 5. Либо пятое число, либо 5 дней, 5 месяцев. У кого-то эта встреча еще может по работе состояться. Или командировка это будет, или прямо на рабочем месте, где-то как-то. Либо смежное что-то у вас. Это может быть по интернету, а может быть и личное знакомство. По времени не люблю, но примерно, примерно, это не показывают четко, девочки. Но в ваши загаданные сроки здесь все-таки 50 на 50. У кого-то сложится, у кого-то нет. Хорошо, давайте еще совет, рекомендация для вас. Ух ты, здесь показано, что хитрить не надо. Мужчина все равно будет лучше, чем вы ожидаете. Он будет сам такой, какой он есть. И вы либо его принимаете, либо нет. То есть менять здесь не надо. Это подарок судьбы. Этот человек. Здесь были счастье, радость, здесь даже какое-то веселье. Может быть, вы познакомитесь на каком-то празднике и вечеринке. Тоже может быть. У вас здесь угодно, но здесь какие-то основные акценты сейчас. Что вам делать? Расслабиться. Принять себя, принять свой статус, какой бы он ни был. Но вы должны быть важны, как гусыня. Неторопливая, неспешная, любящая себя. Без короны. Здесь очень тонкая грань. А вообще показывают, девочки, что не у всех еще сделаны шаги. Те, кто еще не встретил своего мужчину, или же даже если вы встретили, то вы пока активно не действуете. Или вам эту неспешность нужно себе взять прямо на заметку. Если мужчина как-то слишком не реагирует на вас, а вам он нравится, может быть, кстати, это не тот, может быть, у вас еще другой будет, на которого вы сейчас загадываете, если он есть в вашем поле. Но этот мужчина все равно будет к вам проявляться больше сам. Вы должны только сигналить ему, сигнализировать, что ты мне нравишься. Но добиваться по мужской программе, по мужски, активность мужская, здесь никак. здесь будет не радость, здесь будет безрадостно, и ничем не похвалитесь. Ну вот, пожалуй, все на сейчас. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно, и вы с удовольствием поставили лайки, подписались на мой канал. Дорогие те, кто желает попасть на экстрасенсорный прием, записывайтесь, пожалуйста. Информация есть под видео. И до новых встреч. Пока. Пока.